Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Toyota RAV4. На видео переднеприводный автомобиль с двигателем 2 литра и вариатором. Цвет автомобиля белый не металлик. На автомобиле установлены решители колесных арок и пластиковый обвес по периметру кузова. Диски литые 18-дюймовые с шинами размерностью 225х60. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник, а камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна акулий плавник расположена в задней части крыши. Трейлинги окрашены в черный глянцевый цвет. Боковые зеркала и ручки двери окрашены в цвет кузова. Ключ карта с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Обивка сидений тканевая. Водительское сидение с ночной механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Слева от руля расположим блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габариты, ближний свет и противотуманные фары. Левый указатель поворота, затем правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами с омывателем. Передние протитуманные фары галогенные. Передний парктроник не предусмотрен в этой комплектации. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 195 миллиметров. Задние фонари светодиодные. Задняя протитуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. Сверху на водительской двери расположена кнопка системы складывания боковых зеркал. Ниже расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Затем расположены кнопки управления центральным замком. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Слева от руля расположена кнопка электрообогрева лобового стекла. Далее идет кнопка электрообогрева руля. Правый под рулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Кнопки слева на руле управляют бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера цветной. Бортовой компьютер может показать информацию о давлении в шинах, расходе топлива, пробеге и запасе хода. Дополнительно на дисплей бортового компьютера можно дублировать спидометр и вывести данные мультимедийной системы. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Индикация круиза на панели приборов. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. Помимо радио поддерживаются форматы USB, AUX и Bluetooth. Также магнитола поддерживает функцию Mirror Link, которая дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Встроенная навигационная система в этой комплектации не предусмотрена. В составе акустической системы 6 динамиков. Дополнительно на дисплей мультимедийки можно вывести данные бортового компьютера и настройки автомобиля. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль двухзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны. Правая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Дуал» синхронизирует обе зоны по температуре. Кнопки регулировки интенсивности обдува. Кнопка включения электробогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка выбора автоматического режима работы. «Фаст» или «Эко». Кнопка выбора направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «АЦ» отвечает за включение кондиционера. Кнопка, которая отвечает за отключение системы стабилизации курсовой устойчивости. В кадре индикация отключения этой системы на панели приборов. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев двухрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Освещение на потолке с обычными лампами. Рядом находится очечник и кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположена розетка на 12 вольт. Крышка подлокотника не регулируется. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. В нише перед рычагом коробки передач расположена розетка на 12 вольт и входы AUX и USB для мультимедийной системы. Бардачок без подсветки, отделан пластиком. Рядом с рычагом коробки передач находятся кнопки выбора режима движения. Предусмотрены режимы «Эко», «Спорт» и «Нормальный». Индикация выбранного режима отображается на дисплее бортового компьютера. Ручной тормоз электрический с функцией «Автохолд». Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач – вариатор. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. Предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Выйдем из автомобиля и перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. Карман для вещей предусмотрен только в спинке пассажирского сидения. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Также имеются две USB-розетки. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 580 литров. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – тканью. Справа в багажнике расположена подсветка и розетка на 12 вольт. В боковине справа находится открытая ниша. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сидения складываются без ступеньки. При сложных сидениях объем багажника составляет 1690 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Ключок-бензобак открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 55 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью данного рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый. Объемом 2 литра с отдачей 149 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Toyota RAV4 в комплектации Comfort. С бензиновым мотором 2 литра, с передним приводом и вариатором. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 2 миллиона 96 тысяч рублей. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч!